Всем привет, с вами Михаил Гребенюк и в этом видео я бы хотел поделиться с вами концепцией фондирования в компании и управления денег с помощью фондов. Проблема любой активно растущей малой организации в том, что ей всегда на что-то не хватает денег. И вот проблема кассовых разрывов возникает из-за этого, убытков из-за этого возникает, неадекватных трат, все это связано с тем, что не настроен правильный, правильная финансовая дисциплина. Я бы хотел с вами поделиться вот тем, как это реализована у нас компания Resulting, то, что я выстраиваю в каждой компании и вот очень рекомендую вам об этом подумать. Если вы внедрите фондовую модель в своей компании, у вас всегда будут деньги, у вас всегда будет понимание, сколько на что вы реально можете потратить, на что вы не можете потратить, и вы никогда больше в жизни не попадете в кассовые разрывы, я вам это гарантирую. Итак, давайте разбираться. Фонды – это так называемые кошельки, по которым мы раскладываем деньги. Представим себе семью, семья – это компания, в которой пришел муж с работы и принес зарплату. У этой семьи есть расходы, которые она несет каждый месяц. Например, надо купить еду, надо заплатить за квартиру, надо оплатить там кредиты, может быть, ипотеки, надо поехать в отпуск, надо купить одежду, надо купить подарки на день рождения, надо какие-то хотелки себе купить, чем-то себе порадовать, и еще, в идеале, отложить там на инвестиции, просто как бы какую-то подушку смировать. Представьте себе семью, в которой пришла вот сумма котлета денег, и вот у них есть такие бочонки, и в каждой бочонок они там по 5, по 10, 20 тысяч рублей раскладывают, семья там, да, вот Горбуньковая. И вот в итоге у них рождается идея, а давай мы пойдем в выходные вот тратить на одежду деньги. Фактически их может быть, допустим, на руках там 300 тысяч рублей, но реально в кошелечке на одежду отложено только тридцатка. То есть они как бы, да, имеют наличность, но если они потратят все это на одежду, они нечем будут платить за все остальное. И так обычно происходит в компании, мы тратим деньги не по средствам. И очень важно собрать такие вот кошельки, по которым вы будете каждую неделю по финансовой дисциплине раскладывать свои деньги. Как это сделать? Вы берете за весь прошлый год, а лучше за 2 года, и просто берете основные статьи расходов фонда, которые, скорее всего, есть практически в любой компании. Давайте их перечислим. Первое – это налоги. Второе – это расходы на рекламу и продвижение компаний. Третье – это зарплаты бэк-офиса. Четвертое – зарплата отдел продаж. Пятое – зарплата топ-менеджеров. Шестое – это ваши дивиденды, которые вы потратили. Седьмое – это всевозможные сервисы, CRM-системы, там, там, телефонии, ну то есть то, что вы оплачиваете, чтобы ваша компания работала. Аренда офиса, закупка себестоимость товара, материалов, резервные фонды, может, какие-то отложения или кредиты вы покрываете, ну, в общем, базово хотя бы эти 10 штук. Ну, какие-то, может, дополнительные, прочие, там, корпоративы, веселительные мероприятия, там, фонд персонала, можете делать, у меня есть фонд обучения владельца и фонд обучения команды. И после этого вы берете, делаете такую табличку, где у вас идут в строчке это фонды, а в столбце это месяца. И вы заполняете за каждый месяц, сколько денег вы потратили на эту статью примерно в прошлом году. Вы делаете точно прямо из банка, сидите, плюсиками суммировать. После этого вы берете, добавляете всю выручку по месяцам и по году и складываете все расходы по статьям за год и все доходы по всем статьям за год. И вы делите теперь в финальном этапе расходы на фонд, на ваш доход и получаете, какой процент реально вы потратили на какую-то трату, то есть на какой-то фонд. И вы сможете увидеть текущую модель, то есть как вы по факту сейчас прожили этот год, сколько денег вам обходился в маркетинг, сколько денег вы потратили на налоги, сколько на зарплаты, сколько на дивиденды достали. Это ваша реальная модель. И после этого вы берете и закладываете примерно так или как-то по-другому перераспределяете процентное соотношение. То есть вы определяете размер этих горшочков, кошелечков, которые будете теперь денежку раскладывать. Это очень удобно делать в программах, это можно делать в самописной программе. Мы, например, пользуемся программой Manajet. Очень рекомендуем ей посмотреть, то есть прямо в ней вносится баланс по продуктам и она автоматом разбивает по заранее запрограммированным процентовкам деньги по кошелькам. И мы потом, когда рассматриваем заявки в компании, на что потратить деньги, мы всегда смотрим, заявка такая-то сумма, сколько денег в фонде. Хватает? Одобряем. Не хватает? Отклоняем. Михаил, у меня вопрос. А что будет, если я не буду ориентироваться на опыт прошлых? Это такой типа на маркетинг 10% и на уровне ощущений сам вот сформируете. Можно и так тоже сделать. Это не будет неправильно. Просто, возможно, какие-то расходы у вас в голове занимают меньше места, чем на самом деле по факту не происходит. И наоборот, возможно, какие-то расходы больше вы тратите, чем по факту вы хотели бы тратить и можете тратить. И поэтому неплохо было бы провести такую процедуру, как аналитика за прошлые пару лет, чтобы быть в реальностях и понимать, что на самом деле происходило, чтобы не ошибиться. Но всегда можно пересмотреть. Есть какие-то базовые процентовки правила, типа 10% на маркетинг? У нас, кстати, было отдельное видео про маркетинг. Мы вот здесь его оставляем для вас, обязательно посмотрите, в котором мы рассказываем о том, сколько правильно денег потратить на маркетинг. Как раз вот фонд маркетинг, как его определить. Это один из важнейших фондов, который определяет продвижение компаний и будущее наполнение всех остальных фондов и кошельков. Ну, есть как бы базовые такие нормы рентабельности по разным бизнесам, которые я могу назвать. Допустим, для инфобизнеса нормальная рентабельность там до 30-40-50%. Для услуговых компаний примерно так же. Для производства там 20-30%. Для торговых компаний там это больше 7, больше 10% рентабельность. Вот, так что вот вы можете определить, что за ниша у вас и сколько вы сейчас примерно дохода чистого имеете от этой компании. Примерно так сформировать фондирование. Что еще может сделать фонды? Если вы сделаете фонды, то вы точно сделаете себе фонд дивидендов. То есть фактически вы будете понимать, что у вас есть четкая константа, конкретная сумма денег, процент от каждого дохода, который попадает в кошелек дивиденды. То есть это как такой, знаете, налог учредителя. И тогда не возникает такая проблема, что вы типа всем заплатили, на все потратили, все корпоративы провели, конференции провели, непонятные траты провели, а себе на зарплату не хватило. Окладик достали 100 тысяч рублей. Это ужасно. Наш мозг теряет энергию автоматически, потому что он вкладывался в компанию, а она нихрена не дала обратно. И прикиньте, как вы будете рассуждать. Если вы будете знать четко, что вот с каждого полученного в компанию тысячи рублей, вы забираете себе там условно говоря 200. Вы такой думаете, ага, а что если я сделаю миллион рублей? Сколько тогда я заработаю? И вот когда вот мы такие фонды сделали в семье, я Кате рассказал, говорю, Катя, смотри, кстати, в семье такие фонды внедрили. Я говорю, смотри, твой фонд, ты там, дети, покупки там и так далее, хотелки, это вот такая процентовка от нашего общего дохода. Наш общий доход от дохода компании такая процентовка. И Катя такая, то есть я правильно понимаю, что чем больше доход компаний, тем больше доход наш и тем больше доход, как бы, мой. Я такой, ну да. Она говорит, так, а что влияет на доход компаний? Жена меня спрашивает. Я говорю, ну продажи. А сколько мы сделали продаж в прошлом месяце? А какой средний чек? А что сделать, чтобы было в два раза больше? И я начал меня пушить вопросами. И очень прикольно, такая возникла командная игра, что даже жена вовлеклась в эту игру повышения дохода. Что есть прямая крыляция, прямая обратная связь от твоих действий в рекламу и продаже к тому, что сколько ты заработал. В эту игру влечены нас сотрудники. У нас в компании есть отдельный фонд, который называется фонд оплаты труда, и люди получают проценты от дохода компании. Они прямо замотивированы, чтобы компания росла. Мы с ними в одной лодке сидим. Когда я прикуриваю, они прикурят. Когда я страдаю, они страдают. В общем, это потрясающая история, которая позволит навести порядок в финансах и реально добавить огонька и мотивации в вашей команде. Ну и финальное, что еще позволяет сделать фонд? Они позволяют добавить вам спокойствие. То, что деньги под контролем и что нет сумбурных страшных трат. У нас в компании введена такая финансовая дисциплина, что все платежи в компании проходят только по пятницам. То есть с понедельника по четверг и по пятницу включительно у нас деньги в компанию поступают. Они могут только приходить. Единственный день, когда деньги из компании могут выходить, это пятница. Это очень удобно, потому что по факту вот этого сумбура и рассмотрения заявок нет. И все заявки оптом отсматриваются финансовым директором, в частности, это пока я, раз в неделю по пятницам в течение 20 минут. И я сразу оценил, посмотрел, отклонил, одобрил те ребята, которые заявки подали и поехали. Также у нас сотрудники знают размеры фондов, они видят наличие денег там. И руководители сами несут ответственность за доход, потому что я не принимаю решение, на что деньги тратить. Я говорю, ребят, вот у вас только в фоне денег вы заработали, процентовки были такие, вы можете сами решить, на что потратите. И это их ответственность. Правильно распредить деньги, правильно их потратить с помощью заявок, чтобы это привело к большему доходу в следующем месяце. Вот такое видео. Если вам зашло, понравилась эта идея, внедрить фонды в компании, поставьте лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще фонды интересные стоит добавить в компанию, может быть, которые у вас есть в бизнесе, если вы живете по такой фондирующей модели. Вот с удовольствием почитаю, посмотрю, может, что-то себе тоже добавим, украдем. Вот, ну и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, если такой формат видео вам понравился и вы видите его первый раз. С вами был Михаил Гребенюк, до новых встреч, пока!